Последние дни Зимнего Олимпа заставили болельщиков понервничать. Хоккеистки боролись за второе место, но сдали серебряный педестал Канаде в сухую. Можно даже сказать с проклятием 5-0. С таким или почти таким же счетом мы продули в группе канадкам, финкам. После чего с последнего места с 6-2 пообыграли Швейцарии и уже на реванш прошмыгнули в полуфинал на Канаду. Но и тут с 5-0 магия чисел пролетели. В финале за бронзу наши выйдут против финок. В составе три спортсменки из Красноярска. Валерия Павлова, Надежда Морозова и Екатерина Лобова. Надеемся, что на этот раз Калинка Малинка в исполнении фан-сектора россиян поможет женской сборной. Не надежду, а уже уверенность вселяет мужская сборная по хоккею с шайбой. Несмотря на особое положение российских спортсменов на Олимпийских играх в Южной Корее, они продолжают доказывать, русский дух ничем не сломить. Похвально сыграли наши хоккеисты с американцами. Это было шикарно. Честно, первый раз на Олимпиаде и первый гол, и второй гол. Мне кажется, это мои самые важные голы в карьере. Я очень рад, и рад, что мы сегодня так хорошо сыграли, победили, и все сложилось очень хорошо. И этот герой, и везеранская связка за 109 покажут силу и мощь красной машины из Нарка. 21 февраля в четвертьфинале с Норвегией. И в полуфинале играем с победителем пары США-Чехия. В мужской эстафетной гонке 4 на 10 километров россияне забрали серебро. Российские лыжники не раз выходили в лидеры, но в итоге уступили поголовно больным астмой норвежцам. Напомним, что скандинавская сборная принимает особое лекарственное средство для победного дыхания. К слову о допинге. Не утихает скандал вокруг бронзового призера в керлинге Александра Крушеленицкого. Ранее в его пробе А обнаружили запрещенный мельдоний. Спортсмен с нетерпением ожидал результат вкрытия пробы Б. Подозрения же в общественности вызвали подозрения. Я могу сказать, что я уверен, что Саша на 100% в самом себе и Саша не стал бы портить себе и жизнь, и карьеру, и дальнейшую судьбу, принимая что-то запрещенное. Женская сборная России по керлингу в своем седьмом матче олимпийского турнира победила команду Дани, совершив решающий бросок камня в последнем 10-м энде. Итоговый результат 8-7. 21-го играем со сборной Кореи. Хозяева Олимпиады хорошо выступали в конькобежном спорте, правда рекорд катка у мужчин на 500 метров принадлежит голландцу. Но номинацию фиаско года в олимпийском спорте мог бы забрать этот спортсмен. Споткнулся прямо на старте. Да так, что обиду и горечь чувствовалось даже по ту сторону экрана. И было бы смешно, если бы не оказалось так грустно. Не оторваться было и от фигурного катания. Порадовал французский дуэт, превратив случайно танцы на льду практически в стрип на льду. Габриэла Пападакис так выкладывалась, что платье не выдержало. Расстегнулась молния и костюм стал постепенно сползать вниз. Пикантный курьез, все судьи почти 100 баллов, принесший серебро французам. И не только, а помимо награды они получили приз зрительских симпатий. И пополнили копилку интернет-мемов. Каждый третий житель Земли смотрит Олимпиаду. Присоединяйтесь и вы. Сегодня болеем за красноярцев. В смешанной эстафете в лыжных гонках с кикроссей и бобслием. Присоединяйтесь.